Конькобежный спорт снова в моде. Это доказывает 16 национальных рекордов прошлого года и, конечно же, успешное выступление спортсменов на Кубках мира. Доступность секций, экипировки, качественный лед на арене мирового уровня привлекли в этот спорт не только любителей скоростных коньков. Сегодня уверенно можно говорить о начале новой эры в конькобежном спорте, а значит, все больше родителей приводят малышей в ледовые дворцы. Катание на коньках всегда для всех детей – это очень большое удовольствие, поэтому в первую очередь родители должны понимать, что детям это всем нравится, но чтобы не оттолкнуть детишек от катания на коньках, либо на роликах, все, что касается со скольжением, естественно, надо первое занятие подойти немножко аккуратно с тренером, с инструктором и в любом случае со специалистом, чтобы дети не упали, не получили каких-то травм, потому что бывает такое очень часто, что первое падение, и человек просто маленький отталкивается от этого вида деятельности. Основной набор в группы начальной подготовки идет с 8-9 лет, но если у ребенка большое желание стать на коньки, то специалисты рекомендуют начинать в 3-4 года со смежных видов – шот-трека, роликов, фигурного катания. В отличие от других видов спорта, здесь нет строгих критериев отбора. Главный девиз конькобежного спорта – выше, быстрее и сильнее – пришелся по душе мужской половине. После 3-4 лет занятий девочек в этом виде спорта становится меньше. Я занимаюсь полтора года, я очень люблю конькобежный спорт, мне он нравится, выбрала я его сама, потому что люблю лед и скорость. Я занимаюсь уже 4-й год пошел, я научился технике основной, теперь силу наращивать нужно, чтобы показывать высокие результаты. Участница Олимпийских игр Асоль Сливец знакома со скоростными коньками не понаслышке. Дети пошли по отцовским стопам, вся большая семья на льду. Асоль уверена, что коньки – самый доступный и действенный рецепт от всех простуд. Лед – это прежде всего здоровье. Наша семья тяготеет к зимним видам спорта, но снег у нас, к сожалению, в Беларуси ложится поздно, тает рано. Поэтому пока лед, он всегда доступен, он всегда… есть возможность покататься. Быстро и ты становишься здоровей. Конькобежный спорт – это прежде всего скорость. На взрослых чемпионатах мира она достигает 60 километров в час. Поэтому в процессе тренировок основной упор идет на развитие координации, баланса и выносливости. Профессиональный спорт с большими нагрузками начинается в 18 лет. А пока для детей коньки – это в большей степени игра. А когда ребенок приходит заниматься в коньке, ему выдают конечки очень красивые, очень скоростные. Они способствуют формированию голеностопа, а также укрепляют голеностоп. И когда ребенок садится в посадку, это положение конькобежного преодоления дистанции. У него укрепляются мышцы ног, также укрепляются мышцы спины. Таким образом, конькобежный спорт – это не просто уникальная возможность укрепить здоровье и силу воли. Это прежде всего огромное удовольствие для детей скользить по льду на высокой скорости.